Продолжение следует... 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 Мировая ситуация складывается следующим образом. Мы видим, что все основные страны-конкуренты в этом году имеют потенциал на порядка 12 миллионов тонн плюс в прошлом сезоне. И это в первую очередь в плюсах Акраина, Европа в большинстве, Австралия огромный прирост ввиду того, что рекордный урожай ожидается, они соберут. И Аргентина, ну вот это слайд в четвертый, есть поподробнее. Соответственно, при этом Россия, так как она, собственно, снизила волос сбора и определенные давления пошли, если мы, в общем-то, Россия упадет в своем основе. Скорее всего, мы оценили 33 миллионов тонн, был в прошлом году 39. Соответственно, в целом, получается, что все эти страны, включая конкурентов, плюс 5,5 миллионов тонн. Плюс, значит, а импортеры наши основные, там, на шестном слайдике, они есть, это страны, Мена, плюс, в основном, Северная Африка и плюс, там, часть Азиатских стран. Они, в общем-то, ну, возьмут порядка, там, 9,5 миллионов тонн, плюс, к прошлому сезону, в первую очередь, это прирост по Ирану, где засуха была, там, в четыре раза, то есть, с двух до 8 миллионов тонн шелится. Это прирост по Турции, которая тоже под засухой была, где-то на треть, да, ну, плюс ряд других стран, там, в третьих, Алжир и некоторые другие. Соответственно, вот это все и порождает ситуацию, когда цены все это время, практически, с начала сезона России, то есть, сбой все в этом полушарии у России, сбой у Канады и США. Австралия объективно появилась только сейчас, но цена в результате доросла до Новороссийске, в хобо-то 340. И начало в последнее время, там, в последние пару недель сейчас, на сегодняшний день, это, там, порядка, наверное, 333-335. Все это породило обходение на Сепетийцыны, да, и на Юрии, в том числе, доходило до 18-ти, в течение нескольких недель, вот там, пара, ну, тройки недели, ну, в общем, ушла до 17-17-200. Что касается, как бы, насколько возможен, там, перелом ли это, я надеюсь, будет падать. Ну, я полагаю, что все-таки спрос со стороны по странам пострадавших, там, по годам, да, Иран, Турция, Алжир, другие страны, он все равно будет достаточно серьезным. Ну, Россия вывезла порядка, там, 18-го миллиона в шлице, вывезти надо еще миллионов 13,5, как минимум, никто за Россию не поставит этот объем, больше на плену растет. Конечно, в счете, наверное, она будет, там, и до 100 долларов дойдет, а потому что была цена 340, да, и поэтому есть еще шанс, что будет определенный плюс. Ну, в целом, урожай, который в Южном полушарии получили, он рекордный и в Австралии, там, порядка 34-36 миллионов тонн, плюс в прошлом году, там, на миллион 3, и в Аргентине плюс 3 миллиона тонн. И вот Аргентина уже во все конкурирует, даже в Турции, то есть выходит на наши рынки, в Алжир предлагается, цены уже в Европе, там, но и конкурентность с нами выше. Поэтому, конечно, чтобы это отросло обратно на какую-то существенную вещь, ну, наверное, уже вряд ли. Ну, и последнее, собственно говоря, наверное, важный момент. Да, в целом получается, что мы, в общем, по первому экспорту, на самом деле, вот, с учетом падения урожая, с учетом того, что почта росла, там, выросла больше, чем два раза с начала сезона, тем не менее, снижение, там, на сегодняшний день, порядка 17%. Это, на самом деле, наверное, неплохой показатель, учитывая складывающиеся обстоятельства. Это и по, там, взрыву, и пушенице, да? И мы думаем, что, собственно, на этом уровне, примерно, и к концу сезона, и сохранится, отставание от, там, близкого к рекордному сезону прошлому. То есть мы нашли новые рынки, начали поставлять в РАН, очень активно в Алжире, в Сулуской Аравии, ну, и, там, возместили потери, которые, там, были в Египте, в том же, наверное, где идут, там, в Бангладеш, и так далее. То есть нашли возможности все-таки удержаться на рынке, и, возможно, даже в Играх мы удержимся, потому что мы экспортируем мягкую пшеницу, а проекты 33 миллионов тонн, это все равно выше, чем экспортируют ЕС в все эти страны, и все равно он останется рядом, несмотря на складывающиеся обстоятельства. Ну, и, естественно, ситуация смещения определенного в пользу внутреннего рынка придула к тому, что у нас на следующий день, в Алжире, мы видим, в общем-то, рекордный с 2010 года перевозки внутри, плюс введено смещение из Северии, из Юга в направлении Центра Северо-Запада и пострадавших там регионов Урала, Засухи и Волгода. Это сейчас активно тема развивается, даже вот с Юга, мы видим там заявки из Волгограда, там появляются на Урал, то есть все это, в общем-то, сложно было представить, но, тем не менее, даже с Юга по этим субсидированным тарифам, в общем-то, будут перевозки, объемы. И у нас сегодня, да, там проект 9000 тысяч в месяц, это, в общем-то, очень большой объем, перевозок, ПЖД, в месячный объем. Ну, вот, собственно, все основные пункты я перечислил. Да, конечно, все достаточно сложно, но пока есть перспективы, и просто уважаем. И этот сезон мы закончим неплохо. Конечно же, есть, надо рассматривать, наверное, варианты, которые мы могли бы по шину заместить, да, есть множество разных предложений. Ну, может, надеяться на то, что эта ситуация в мире в определенном образом стокализируется по ценам, и они, в общем, отойдут от этих рекордов. И внутренняя цена была более такой, наверное, комфортная, да, для внутренних потребителей, которые, может быть, много инициировали, собственно, блядь, не инициаторов в почте. Может быть, это позволит как-то в будущем механизм изменить, в городе более, там, каким-то, более прогнозируемым, то есть, зрение почтное, и перейти на другие, там, на другие вещи, как, там, помощь в виде, там, подовольственных талонов, стамс, и так далее, когда, в общем, непосредственно потребительно возвращаются расходы тем, кто, там, ниже поджидческого минимума, да, так называемого, получает доход. Ну, собственно, вот все, спасибо. Вопросы? Пожалуйста, Жданов Алексеевич. Спасибо большое. Прекрасный доклад вы сделали. Спасибо. Мы неоднократно повторили, что вы лидеры, спасибо. Но вы, нам это очень приятно. Но я вам хочу задать встречный вопрос. А где наша прибыль? Интересный вопрос, да? Мы проработали в городе. Где наша прибыль? Если, может быть, здесь сидящая глава, там, каких-то колхозов, садхозов, бывших, у них вся инфраструктура была, то мы фермеры, вот, один, второй, третий, фермеры. У нас столько проблем, дорог у нас нет. 15 лет я борюсь за дорогу 5 километров, не могу сделать асфальт. Я уже предлагаю, давай 50 на 50, не получается. 30 на 70, тоже не получается. Мы проработали в городе и получили прибыли. За спиной у нас у каждого по 10, по 20 семей, которым 1 числа надо отдать заработную плату, потому что нас контролирует прокуратура. И не один раз в месяц, а два раза в месяц, чтобы не нарушать наше законодательство. Прибыли нет. Нам нас грозавы строят, сортировки строят. Мы от западного мира отстаем на 100 лет. И вы меняете правила игры ежегодно. Придумали этот фосфор, теперь придумали послину. Да какие круги надо будет истричь, блин. Да это ж не он придумал. Да нет. И где мы в правительстве взяли такой же парикмахера хороший. И работает, вот сегодня я являюсь председателем Совета Аккорб, города, Ростова-на-Дону и области. Я встречаюсь с каждым фермером, глаза поднишли, настроения нет, нового рода не слышно. Вот такое настроение. Поэтому надо задуматься, неправильно идем. Давайте объединяться. Шутить уже поздно, поздно, ребята. Объединяться в Аккорб, в Зерновой Союз, выдвигать свои требования. В Краснодаре мы вот встречались с немцами, крестьяне, простые крестьяне. Они нам сказали, ребята, вот это, что вы занимаетесь, это все болтология. Простая болтология. Пока вы не объединились и не начнете выставлять свои требования. Законы железные. Объединяйтесь. Вот я еще раз обращаюсь к населению. Объединяйте на хорошие искания. Спасибо за внимание. Спасибо. У меня к вам вопрос. Знаете, как... Виторический вопрос, говорит Игорь Сергеевич. Действительно, что он может ответить, если это адресовано к институту правительству? Игорь Сергеевич, слышно, да? Да. Игорь Сергеевич, может быть, не по теме, но вот как-то такая вот идея, типа, не знаю, как будет у вас принятие. Ну, у вас четыре аналитика, четыре компании, которые анализируют рынок. Ну, Солокон и КАР, вы и еще, по-моему, Адресова. Вот я... Да и все, наверное, присутствуют здесь знают. Есть индекс Бигмака, да? Слышали за такой? Есть. Вот у нас на Биулина целый представитель Центропарда перед выборами боролы за индекс борщевого набора. Кстати, когда там из картошки, капусты, без мяса и без помидоров. Сейчас вот Росстал, государственная структура опубликовалась, что Оливье будет на 15% дороже, а Селёка под шубой будет на 25% дороже. А я вот хочу узнать, а вот как нам вот индекс рассчитать этого зерна, килограмма зерна, килограмма подсолнечника, килограмма молока и килограмма сахарной стеклы? Вот что было сразу понятно. Вот Путину было понятно, это было понятно межчувственным представителям правительства. Вот сегодня, смотрите, я приведу несколько примеров по своему хозяйству. Вот мы покупаем полторы тысячи тонн кормовых добавок кормов, соевый шмых, подсолнечный шмых и кукурузный глютен для своего другого стата. Мы в этом году его купили на 30% дороже. То есть получается, цена молока в прошлом году была, по-моему, 28 рублей. Я заплатил тысячу тонн молока для того, чтобы купить эти карманы. В этом году, в 21 году, я заплатил уже 1250 тонн. То есть 250 тонн молока. У меня, получается, индекс моего молока стал дешевле по отношению к тому, что я сегодня на рынке покупаю. То же самое ребята говорили сегодня по зерну. Правильно? Да, если комбайн индекс... Если комбайн у нас стоит, то есть Акросовский, давайте возьмем рядом у нас здесь, 10 миллионов, 10 миллионов в мае 2005 года, то он сейчас стоит 12 миллионов, будет стоить. Получается, он на 20% подорожал. Я в мае 2020 года специально ехал сюда, поставил, продал заодно на рынке 1480. Я сейчас ехал заодно на рынке 1480. Но я, получается, на 200 тонн зерна должен заплатить за комбайн больше в этом году, в следующем году. А через эти вещи, через их, можно каким-то образом, чтобы они смотрели, и было понятно. Но это сейчас понадобится за ФОСАГРА. За 9 месяцев выручка, чистая прибыль ФОСАГРА выросла в 22,1 раза. Было 4 миллиарда, стало 8,8 миллиарда. Газпром заработал, в прошлом году у нас за 11 месяцев минус 218 миллиардов. В этом году за 11 месяцев заработал 1 триллион 550 миллиардов наших российских рублей. Сбербанк, Грев, вот здесь говорили за рентабельность, Грев, в прошлом году у нас 600 миллионов за 10 месяцев, сейчас 1 миллиард 100. У него рентабельность денег 25%. У нас рентабельность налога вместе с дотацией, которые Ростовская область платит губернатор, что-то из России получаем 9,6%. Давай у него будет минус. Вот давайте мы подумаем над этим, чтобы можно было, чтобы можно было, знаете, взять в интернет, выбросить и написать, «Инекс верной сегодня стал, как по-украински, дуба, да?» То есть пятой точкой. Нам его на практически ничего купить нельзя. А мы ищем поставщиков хотим, что-то, с дилеров, продавцов и так далее, и то подобное. Но подумайте, если это не предовы, то хотя бы можно было как-то определять. То есть людям объясняется, за нами, в конце концов, люди, смотрите. 23% от всего инфляции у нас. Ну, в государстве 8, а у нас 23. Все же ребята говорят, техника у 23. Соряка. А, да, удобрения не в 20 и в 200. И с аргументом никто не говорит. Ну, вот мы приняли решение. Мы пользуемые удобрения вносили 173 килограмма на гектар, то есть на 3 700 по ценам прошлого года. Сейчас, если даже эти 173 на гектар внести, надо получать 74. Я сейчас подумал, думаю, у меня 170 человек работающих, килограмма вносить не буду. Я лучше выдам эти деньги отдам, потому что они тоже сегодня уходят, получают на 10, на 15, на 20% дороже покупают эти товары, которые у нас просили. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это, конечно же, периодически педагог, вы скорее говорите там о том, что доля там зерна, золопаду, не знаю, хлебе, там, свинения. Ну, можно это индексом выразить, какая разница, просто влияние там, влияние роста там на зерна и при этом чуть-чуть хорящее. Влияние на забестое, безусловно. Нет, ну, это периодически разлучивается, другое дело, что, наверное, по поводу простого детей, там, все время. Нет, вот, сегодня говорят, 435 рублей стоит оливье на 4-х человек, будет стоить первого года. Вот сейчас сколько будет стоить, мы знаем, что на килограмм зерна требуется только фосфора, столько азота, столько калия. Скажите сейчас, сколько по этим ценам на килограмм зерна требуется фосфора, калия, азота? А в прошлом году было, допустим, рубль, а сейчас будет 3 рубля. Вот смотрите, мы считали, что доля удавления зерни, вот по всем ценам, 25%, сейчас она вырастет до 35,5%, а может быть, да... Ну, вот это не надо ослучивать, что сидит стоимость, при том, что там цена условно такая же, она вырастет там на 25%, за счет того, да вот, да вот, у нас же это толком не звучит, причем от кого? От всех госпроизводителей, на федеральном уровне. Ну, кому говорить, Батрушеву, вот какое, что вы не в этом умеете, это объективно, это не национальная вещь, да? Президентное предприятие статью, да, на октябре. Если я не умею, то это не просто предсказать, а вот выросло у нас там чего-то. Вы знаете, если у меня нету слуха, я не хожу на концерт симфонитской музыки, а он министром сельского хозяйства работает. Дисклеймер. 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 В принципе, когда начали квоты водительного удовлетворения, там азотное удовлетворение где-то на миллион тонн ограничили экспо. Примерно вот этот период, там, декабрь-май, да, который позначен. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Скажите, пожалуйста, какова вероятность, что порода сечения в пресс-маркопушене увеличена до 300 долларов? Сейчас есть машины? Ну, перейшло о том, что когда-то цена до 400, сейчас, в общем, ситуация-то развернулась, наверное, вряд ли вообще там что-то близкое будет, поэтому нет необходимости, я думаю. если есть, если есть, то комментирует тебя на слайд, он расчетный, это значит, что экспортер не будет. Саша? Нет, это расчетная, практически, санальность на слайде, она представлена на будущее, да, вот она будет, там, считаться поршиной, там, 95 долларов, да, соответственно, вся история, там, через месяц она не считается, да, но сейчас, после дониза, поэтому, там, на юге это работает, там, с еще отсколкой, чем дальше, тем ситуация, это сложнее, они уже, науны верны, в общем-то, и вряд ли появятся, на этих, когда исходят. А вот мне хотелось бы сейчас важную вещь затронул Хлимов Геннадий Анатольевич, я хотелось бы спросить, многие ли в этом году увеличенной дозой удобрений пользовались при сериозимах, можете поднять руки, вот он уменьшил долг. Хотя у нас были запасы 20-го года. А, они уменьшили? А мы сейчас ручьем покупать не будем, все. Нет? За каждую. А, раз, два, три, четыре, пять, ага, ну не так много, не так много. Ольга Геварина, сейчас, сейчас, сейчас вам дадим. Хочу дать статистику, значит, применение удобрений при серионе именно под урожай 22-го года. Кто снизил эти величины практически везде, 100%, 95, 99%, Абривский 75%, Советский 78%, дальше Зимовники 48%, Дубовка 51%, Ремонтный 21%, Заветинский 11% посеяно с удобрениями. Это не дозы. То есть на остальной площади вообще не носили удобрения. Но, посмотрите, это всего-навсего у нас 4, 6 районов. А у остальных районов 100% внесение с удобрениями. 100, 96, 98, 99. Но тем, кто 100, в основном Приазовская зона, Южная зона, Ну, по остальным я уже сказала. То есть мы пока выдержали то, что необходимо. Мы всегда с синим с удобрениями. Да, мы, возможно, вы сказали, снижение. Навряд ли. Там и так маленькая доза, которую необходимо внести как стартовую. Но тенденция уже прослеживается, потому что в прошлом году и Дубовка, и Ремонтный, и Заветка вносили на значительно большей площади. Там были до 50-60%, а сейчас 11-21. Снижение через 2-2 какое-то, по карамболу. Чисто одна минуточка. Но это очень жесткое заявление. Не унесли удобрения малый бизнес. Вы занесли уже топор над малым бизнесом. Это последний удар. Спасибо за внимание. Мокрый, пожалуйста, Василию Ивановичу. А потом, где-то у них, а потом еще пейте его. В автодоризме. Мне хотелось бы сегодня все уводить, когда мне анализировали, чтобы мы проанализировали цену в связи с повышением минеральных водоприк. Вот если вы сегодня нам рассказали, какая нам ожидается продукция, которая сегодня в будущем будет произведена, или при произведении. А следующее может быть, сегодня, и те, которые продаются, а стоит ли продавать эту продукцию? Она может быть после этих всех конкурентных способов. Вот этот анализ я хотел бы услышать от вас, но я от него не услышал. И последний вопрос. Скажите, кто мне может ответить? Какой запас, сегодня, сегодня, есть в компании правительства Российской Федерации? Для одного Российской Федерации? Я могу крепить то, что так не бывает на момент, когда Россия была и остается лидером в постах. Шиминская федерация. Заместить ее на раз никто не может. И смотрит, на это нужны годы. Поэтому, именно поэтому, даже с учетом пошлины, Россия продолжает вывозить, и импортеры цену отсюда принимают. А внутри платят цену, которая, вспомните, в прошлом году, Сергей Дипа, 18,5, но в этом году практически дошли, да, и увеличены. Сейчас по всему миру дали на сколько. Другой вопрос, что до роста себестоимости, но, опять же, что до роста себестоимости. Это не значит, что два раза удобрения выросли, поэтому у всех затраты два раза выросли. Были запасы в работе, все равно какая-то прямая закупка и так далее, да. Но, вот, нету такого, что не до внесения, до этого надо еще жить. Но надо, в общем, достаточно быть, наверное, человеком серьезное решение, чтобы все эти недоносить удобрения, да, и получить, заведомо, более низкий урожай. Я к тому, что за Российскую пшеницу буду платить, чтобы больше ее взять, пока нет. Вот нельзя забезти 30 миллионов тонн в мире. Нет, нам нужны годы. Мы этим занимаемся уже летом, там, 7, сабилием. Если вы, конечно, перспектива роста пшеницы на будущий год на международном рынке, мы услышали, может быть, вы не задавали, попробовали. Конечно, больше 400 тонн. Перспектива в том, что, допустим, то, что у нас стоит там, азотное удобрение 700 тонн, у них стоит тысяча, да, себестоимость везде выросла. И они тоже не довнесут. Вернее, не тоже, а те, кто импортирует, даже Южная Америка, кукуруза, соль, они не довнесут. Просто не хватит денег на это. Да мы за них не должны вас... Вот. Это тоже будет приятно на тот, кто не прослышится. Уровень цен будет достаточно высокий. Вот и все. Щепейте его, пожалуйста, он раньше просил. Добрый день, коллеги. Значит, хотел бы что сказать. То, что мы сейчас здесь, как бы, нам совмался этот клуб, все наши претензии недовольщикам, мы их здесь знаем, мы уже в жону Уфе это неоднократно нам высказывали, но это, скажем так, текущая проблема. Мы должны смотреть немножко дальше. Куда идти и как из этой ситуации выходить в будущее. Выход есть, и выход очень довольный и успешный. На сегодняшний день наши соседи, Воронежская область, Белгородская область, Краснодарский край, заметьте, там Ростовская область нет, никому это не надо. Имеет программа белоризации сельского хозяйства. Если вы помните, то на финише существования Советского Союза у нас микробиология была на очень высоком уровне. В основном это подмосковье, институт и Краснодарский край, которые дарили успешно в 90-е годы все выездили в Америку и Германию. Мы добились высочайших результатов. Сейчас мы возвращаемся к этому. На сегодняшний день Воронежская область имеет рекоритетную программу, причем и субсидируется региональными своими бюджетами. Краснодарский край, Белгородская область, Настя, ничего подобного. У нас существует рядом, буквально здесь, в шаговой доступности, в Краснодарском крае и в Крыму имеются два очень таких мощных предприятия, которые обеспечивают сельское хозяйство всеми этими препаратами, которые, я вам скажу так, на сегодняшний день, работают и очень даже хорошо. Краснодарский край практически 50-50 применяет подпорки как генеральным удобрением, так и белоризацией. И у них там производство процента, я вам скажу так. Крым в силу недавнего вхождения состава БРФ тоже предлагает, тоже неплохие препараты. Поэтому я просто рекомендую, раз это клуб, раз мы решили посоветоваться, то я вот применяю это уже давно, результаты очевидны, экономика, в общем-то, неплохая в результатах, и поэтому советую всем обратить на это внимание. Применение никаких там свет каких-то затрат не предусматривает, все это в штатном режиме, все это работает. Я вам хочу сказать, что вторая подкорка, даже селитра, по которой сейчас все переломаем копии, в том числе, значит, вторая подкорка, азотфиксатра, выводит содержание азота по антестеру выше, нежели применение просто зимы, по-первых, длиннее. И баллогированность действий бактерий до конца вегетация обеспечена. Есть схемы, эти предприятия, которые все производят, они рекомендуют, они помогают, они дают полностью технологию применения всего этого. Но я хочу сказать, что в нашей области, я этим занимаюсь уже 10 лет, никто от этого упорно не хочет видеть, знать и понимать. Никакой поддержки, если на сегодняшний день все, кто занимается этими вещами в той же Воронежской области, имеют от областного правительства поддержку. У нас нет. Я так понимаю, что ее не будет. Поэтому мой всем совет, это выход из положения, причем реальный выход. И он работает. Я сейчас. Ручка, демократия. Спасибо. Семен Григорьевич, и будем двигаться дальше. А то мы с другим еще спикерам позадаем вопросы. Подходы делаем. Спасибо за предоставленное слово. А вопрос такой. Весь мир вносит удобрения. Мы это все прекрасно понимаем. При наших ценах, почему никто не сказал, сколько удобрения дает эффективность? И при каком повышении цен на удобрения, удобрения будут убыточны в бизнесе? У человека есть запас. Я бы на его месте попрошу прощения. Взял бы удобрения и придержал. Если продукция, сырье, стоит дороже, чем конечный результат, допустим, он тоже вывезет на экспорт и продаст свое удобрение, которое были запасом, чтобы не жиряли его глаза, почему он его так копирует. Мы внесли в этом удобрение, вот по областям, в районе, в убыток для технологической карты. Кто интересуется, давайте я, ну это не так. Назовите в своем хозяйстве, кто внес удобрение, и при какой цене на удобрение, удобрение будет убыточным. Эту цифру никто не назвал. Я считаю так, что это нормальная ситуация. И когда наше правительство снимет радужные очки и увидит, что мы сказали, что мы только за счет удобрения дали урожаю, то мы его не получим. Мы практически сейчас себя урезали, дая волю нашим химикам. Мы прошли эти периоды, когда президент сказал, что это такое, когда сельхозпроизводитель не может взять больше одного комбайна. Просили масштаб. Это подсолнце с 4 рублей опустили до 2 рублей. На сегодняшний день будем считать, что железо у нас более ровно идет. Но удобрение, когда скачет на 100%, ну это не должна экономика так видеть. То есть, когда мы не говорим, прибыль заработали, молодцы, зарабатывали. Но вопрос такой, если вы производите удобрение в стране, ну вы должны, во-первых, думать о потребителях этого удобрения. И кто-то должен на каком-то уровне, в срочном порядке, отслеживать, а не мы, которые через 2 года увидим, что мы по инерции покупаем удобрение и надеемся, что правительство даст нам 25 рублей на пшеницу. Ну расчет такой идет. Но мы говорим, мы не получим на пшеницу. То есть мы кого-то как, не имея своих экспертов, обонкротятся, купив удобрение, удобрение сработает, минус. Вот здесь вопросы такие, когда мы собрались, давайте найдем старшего и завтра с него спросим. То, что мы озвучили, чтобы он сделал расчет и выложил аналитики. Чтобы это было не только эмоции, но это были еще аритмитики. Ну да, вот Игорь Сергеевич как раз и говорит об этом, о том, что важно структуру затрат определить, во что сейчас обходится килограмм зерна, затраты агрария. И тогда уже можно было бы с этими аргументами идти в правительство и доказывать. Иначе у нас получается много эмоций и заказательная база странная. Игорь Сергеевич, я хочу всех приветствовать, и у нас были из-за отнесения, отнесения, отнесения за отношения, за сколько нас вышли из детей, на большой информации. Я хочу поздравить всех с наступающим баллоном, пожелать каждую семью счастья и благополучия, здоровья и любви, посвятения бизнеса, успехов, точнее, сельхозпроизводства, благодаря организации и высоких урожая. Вот есть много удобрений за применение, биологизацию, как выживает, как выживает, как выживает, как выживает. Да, как бы, не совсем понятно, это тут спорченная у нас ситуация. Нет, 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 там шинится по 25 рублей, ну, там сельхозпро 50-70 рублей стоит, как бы, цены не соответствуют друг другу. Тут жидали, тут и забрали. Да, мы сельхозпроизводства на импортную технику, которая опять подорожала, что 18 миллионов стало стоить 20. Ну, пожалуйста, покупайте бюлера Сирмаш, 11-12 миллионов, в принципе, по качеству может не соответствовать друг другу технике, но довольно-таки неплохая в эксплуатации надежная техника. Поэтому мы не все так на русском, будем стараться, значит, минимизировать риски, затраты, сводить к тому, чтобы наша технологическая карта была более оптимальна, мы получали большую ретабельность и смотреть на всю эту ситуацию, может, от другой стороны. Я хотел бы привести славу на учебу, который сказал, что время нового, это закончилось, может, он это прав, и наша ретабельность, к которой многие, мы за последние годы привыкли, там, 300-400, как шоколадно, хорошо, да, может, это время закончилось, может, государство появилось, такое желание сосредоточить этот налетевший кусок из наших лобов и все остальное, как всегда мы знаем, деревня всегда выступала донором, и это полктор, которым кормится более крупная рыба. Поэтому хочу сказать, что мы давайте, как бы, на эту ситуацию своей немножко иначе, давайте думать о том, как нам быть успешнее, вот тут мой коллега выступал, и я говорю, что проблемы нужно решать, от них мы не убежим никуда, и, да, помечтать можно о каком-то лучшем золотом времени, и вот из этих мечтательных соображений, я хочу задать вопрос Игорь Павенскому, вот вчера уступал в Злачевске в 2 часа дня, и он, значит, вот все выступление было посвящено отмене экспортного дня пошли, и скажите, пожалуйста, вот как бы ваше мнение вашего коллеги по цеху, будет оно воплощено в жизнь, может, у нас как бы новый наб еще продлится, и мы сведемся не к этим 40-50% рентабельности, а побудем немножко еще, как бы, в том ценном диапазоне, который нам более привычен, вот вопрос к вам, о выступлении Злачевского и его будущего экспортного пошли, есть ли такие, когда бы какие-то шансы небольшие воплощении его выступления наших мечт, мечты нашей о отмене экспортного пошли, и, конечно же, сохранение текущих цен на удобрение и на сельхозтехнику. Спасибо большое. В общем, у нас бюджет 22-го, 23-го года, 24-го, о чем мы говорим? Не бывает именно без огня, просто так такой человек поступать не будет. Нет, не седьмами, а суда встуду. По позициям пока государство видит, что на новом рынке инфляционные процессы развиваются, продолжают развиваться тем же темпом, хотя сейчас, наверное, подостырится эта история с удобрениями, с фактом, уже есть какие-то, что вся инфляционная спиральна перестает раскручиваться, и пойдет обратно. Я думаю, что в каком-то виде никогда не будет. Ну, слушайте, давайте вспомним, там, 14-й, 15-й, в Порстане уходили к 17-му, отказались, собрали, там, два года рекорд на выражение, в 17-м, то есть в 18-м получили, там, 136 миллионов тонн и отказались от Порстана. То есть все, наверное, меняется в зависимости от обстоятельств. В общем-то, поэтому, вот то, что сложили бюджет, ну, думают, что же то сложили. Ну, или дальше. Дальше что? Вот здесь останется в стране, там, соберем, опять, спокойно привезут, да? И в стране там плюс 20 минут вот и войны. Ну, и что, в этой ситуации, там, продолжать таким же образом действовать, тоже достаточно, наверное, сложно. Поэтому, надеюсь, на лучшее мне кажется. Совершенно верно. Совершенно верно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова